Всем привет, ребята! Вы на канале Zoom Slime, и сегодня ваша одна из любимых рубрик слаймы одного цвета скупила все. И сегодня, как вы видите, я скупила все зеленые и голубые слаймы в магазинах. На самом деле, я хотела купить только зеленые слаймы, но видела очень много голубых и не удержалась. И я даже не знаю, сколько у меня их сегодня следует. Посчитай вместе. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Есть двенадцать слаймов, о май гад, их так много. Я давно уже не снимала эту рубрику, просто, ну, что-то как-то судьба не складывалась. Но сегодня, наконец-таки, она на моем слайм-канале, чему я безмерно рада. Кто не видел, посмотрите, я делала уже розовые слаймы, желтые слаймы, и, по-моему, были еще оранжевые или красные. В общем, напишите в комментариях, какие я уже цвета снимала из этой рубрики. Точно помню, что были желтые и розовые, потому что это очень красивые слаймы. Ну, и, по-моему, оранжевые или красные тоже были. Ну, а теперь не буду задерживать вас, давайте начнем. Меня больше всего интересует этот слайм, потому что я его принесла с улицы недавно. Он еще немножко как будто бы отпотевает. Короче, он очень холодный, и он как будто меняет цвет, что ли, в общем, непонятненько. Убираем эти цвета в сторонку. Цвета, слаймы все остальные убираем в сторонку. Мы сейчас до них всех доберемся. Здесь очень много всяких интересных, на самом деле, претендентов, названия крутого слайма, которые я уже хочу прям посмотреть. У меня упал слайм. Хорошо. Все отлично. Все чики-пики вроде бы. Все нормально. В общем, вот этот слайм будет торчать, потому что места у меня на столе крайне мало. Первый слайм, который мы с вами посмотрим, как вы уже поняли, будет вот эта бутылочка, купленная за 150 р. Ого. Нифига, она сразу из банки тянется. Тут уже начинается челлендж. Достань слайм из бутылки. Он липкий. Я думала, что с ним все плохо, типа, знаете. Он будет застывший, все дела, потому что он какой-то мутный весь в банке. Это вообще, это вообще как понимать? Я не знаю, как его достать, дорогие друзья, я просто не понимаю. Серьезно, я просто не понимаю. Ребята, не берите слаймы в таких банках, потому что это нереально вообще что-то с ним делать. Я достала кусок. В принципе, надеюсь, мне хватит. У меня здесь есть вот такой вот активатор. Вообще, он даже немой, он из какого-то набора. Я попробую заактивировать этот слайм, потому что он очень сильно липнет к рукам. Он такой прям ледяной, капец. У меня есть какие-то штуки, посмотрите, какие-то кристаллики, я не знаю, как это называть. Капец, он прилипает, просто жесть. Я еще добавляю активатор, потому что он очень липучий. Мне кажется, чем больше я его трогала, за счет нового тепла, он становится еще более тепло растаявшим и так далее. Но он сейчас там ледяной. Неужели на улице было такого вот, я даже не видел. Сколько вот градусов в городе, напишите в комментариях. Я уже добавила полбанча активатора, который я сделала на все это видео. Здесь больше не будет растаянных слаймов. О май гад. Хелп мне, хелп мне, пожалуйста. Этот слайм, он очень плохой, потому что просто я уже добавила в него пол-литра активатора, он еще никак не активируется. Что же, фигня. Надеюсь, что сейчас он станет нормальным, потому что я прям вылила от него активатора, по-самому я не хочу. Что же, кусок отмолился. Как говоря, он пахнет, как и любой другой текарский слайм, какой-то горечью. Я уже не знаю, какой раз я добавляю в этот слайм-активатор, но, по-моему, ничего не происходит. Он не активируется. Единственное, что происходит, он становится мутный. Все. По-моему, он как прилипал изначально, так он и прилипает. И вообще реально ничего не происходит. Что делать? Я не понимаю, что делать-то. Зая, принеси звали активатор, там розовый стоит. Друзья, мне принесли розовый активатор, моего здесь крайне мало. Но надеюсь, что он поможет заактивировать слайм, потому что этот активатор не справляется. Он вообще его не активирует. Сейчас проверим, заактивируется ли этот слайм или на этим активатором. А то что-то пипец. Первый слайм и уже полный фейл. Но сейчас другое дело. Видимо, этот плохой активатор я взяла. Сейчас хотя бы что-то напоминает слайм, а не просто какую-то жижельку. Жижельку. Интересное, прикольное слово новое. В общем, вы понимаете, да? Что-то начинает происходить. И очень много активатора, которые нужно собрать. Более того, этот засранец уже начал вытекать из банки. Хотя он не хотел из него вытекать, но сейчас он зачем-то собрался на свободу. В принципе, это неплохой слайм. Когда он заактивировался, он даже прям нормальный. Мне он даже нравится в каком-то плане, потому что он прям реально похож на слайм, а не просто какую-то покупную жилейку. Послушайте, как он кликает. Неплохо, да? Таким вот образом он растягивается. Посмотрите вот на это. Вот это вот. Вот это оно вытекло. Что теперь делать с этим слаймем? Я, кстати говоря, не понимаю, как его обратно затолкать в бутылку. Не совсем понятно. Давайте смотреть. Да, кстати говоря, слайм неплохой. Когда я его заактивировала, он прям годный. И теперь вот это вот все. Не, ну это полная пися. Вот это обратно в бутылку вообще не поместить. Полный фейл. Я сейчас этот слайм смешаю с другим слаймом. Я не знаю, у меня в столе есть такой кусок слайма. Когда у меня остается какой-то слайм. Кстати, он тоже зеленый. Не знаю, как это получилось. Когда у меня остаются какие-то слаймы. Типа крышечка не закрывается у слайма. Там свисает какой-нибудь кусочек. Я все кидаю в этот слайм. И вот. У меня он лежит в столе. Очень хорошо. Я не знаю, как доставать вот эту часть. Из этой бутылки непонятно. Кто знает, напишите в комментариях. Может быть разрезать только если. Ну, а теперь у этого слайма появилась новая жизнь. Он смешался с другим слаймом. И произошло вот такое вот слияние слаймов. Убираем его обратно в стол. И переходим к следующему слайму. Пускай будет вот такой вот голубой красавчик от фирмы Мистер Бу. Он с блесками такой. Галакси слайм. Эх, были бы здесь звездочки. Было бы вообще круто. Смотрим. О май гад. Какой он желеный. Да ладно, Мистер Бу. Что ж ты такой? Бу-бу-бу. Отвратительно вообще. Он весь засохший. Он весь засохший. Он весь просто. Вы посмотрите. Ну, вот тут вообще. Посмотрите, какая засушенка. Отвратительно. Убираем ее. Да. Не знаю. Конечно, как вам. Мне вот такая ситуация. Очень мне нравится. Он очень красивый. Я с вами соглашусь. Если вы так думаете. Но он максимально вообще плотный. И я думаю, что он просто старый. Плохо очень тянется. В общем, ему мы говорим нет. Он был красив, но он был плох. Убираем ее в сторонку. Смотрим вот такую вот ванночку. Crafty Hands Color Slime. У меня уже была, кстати, похожая. Мне кажется, 100 рублей стоит. Там должна быть ложка, насколько я помню. Типа ванночка с мороженым. Чтобы открыть ее. Я это сделала, открыла. Посмотрите, какая гладкая поверхность. Реально похоже на мороженое. Наверное, когда-то это было слаймом. Хорошенький. Но сейчас это только красивая ложка в слайме. Все засохло. Это что-то типа легкого пластилина. Либо же это типа баттер слайма. Когда-то было. Но сейчас, ну, просто все засохло. По сути, вот это очень легко спрости. Можно добавить просто крем. Я могу сейчас вместе с вами сделать попробовать. Подождите. Такие сливки для тела. Но они будут не для тела, а для слайма. Короче, попробуем спасти. Сейчас поразмешиваем. Посмотрим, что получится. Ну, по идее, уже становится, да, лучше. Реально. Можно глицерина добавить. Кстати, еще быстрее эффект пойдет. То есть и дешевле, и глицерин прям быстро разгущает. Вот такие вот всякие разные штуки. Типа легкого пластилина, вина и так далее. Вот уже стало лучше. Хотя бы можно растянуть. И запах вкусный появился. Добавляем еще. Неплохо. Смотрите, уже прям тянется, тянется. Собираем все сливки со стола. И это даже сейчас можно назвать слимом. Прям даже язык поворачивается назвать это слимом. Там какие-то кусочки. Я не понимаю, что это. Это засохший пластилин или это что? Их довольно-таки много. Вот они. Видите, какие-то кубики непонятные. Не понимаю, что это такое, если честно вообще. Давайте попробуем сваять розочку. Должна получиться. Вот такая вот она вся рельефная. Прикольная. Попробуем размазать. Ничего себе. Если добавить еще немножечко сливок, то будет вообще просто пушка. Но я думаю, вы поняли, как работает этот лайфхак. И не буду больше у вас забирать времени с этим слимом. Переходим к следующему. В общем, этот норм. После того, как я его спасла, неплохой. Можно его использовать потом для переделки всяких слаймов и так далее. Это будет Magic Bubble. Он стоил 100 рублей. И здесь какой-то мальчик вообще, типа химик. Вот таким вот образом он выглядит. Почему здесь написано глиттер? А, ну он реально такой перламутровый. Здесь такая рыба надувающаяся. Бэнк-бэнк. Батя зданий. Открываем. Он такой довольно-таки большой. Но, походу, он очень-очень засохший. Кинуть. Не сегодня. Этот слим говорит. Не сегодня. И не завтра. Согласитесь, что он красивый? Ну, красивый же. Ну, посмотрите, какой перламутровый. Симпатичный. Но очень засохший. И устраивает крошилку на столе. Просто дичайшую крошиловку. Ну, вы понимаете, что судьба у этого слайма одна отправится в контейнер. И, возможно, потом его Маша когда-нибудь переделает. Надеюсь, это свершится. Следующий слайм будет очень маленький. Он такой вот крохотный. И вообще, как будто он испарился куда-то. Здесь... О, это помпоны. Это реально помпоны. О, ма гад. Это реально помпоны. Сам слим очень застывший, засохший. Прям писяу-писяу. О, ма гад. Прям помпоны прикольные. Но слайм не прикольный. Вот мне нравятся прозрачные слаймы с помпонами, но белые слаймы с помпонами. Это вообще жесть какая-то. Не знаю, кому они нравятся. Может быть, кому-то и нравятся. Это нормально. Типа, всем нравится разное. Вот этот слайм, наверное, был прикольным. Прикольные помпоны. Сам слайм отстой. Будет вот такой вот золотой слайм. У меня следующий. Здесь нарисованы опять-таки какие-то бутылки. Помните, были слаймы с бутылками? Они были похожи на этот слайм. Может, здесь тоже есть бутылка? Нет, здесь нету бутылки. Здесь просто какие-то кристаллы. И сам слайм прозрачный. Вот видите, насколько он прозрачный. Но он очень сух. Почему они все такие сухие сегодня мне попадаются? Что за фигня? Что, блин? Первый слайм растаявший был. Все остальные просто вот. Тупо крошиловка. Не, ну это что вообще? Что за куски просто резины? Они просто раздолбились на куски резины. Ну, вы посмотрите. Просто прекрасно, дорогие друзья. Пробуем покликать. Вот этот кусочек слима даже кликает. Вы представляете? Кусок какой-то желейки непонятный. Я бы даже этот слимом не назвала, потому что он такой мерзкий. Да им невозможно ничего делать. Давайте попробуем растянуть. Ммм, как прекрасно тянется. Ужасный слайм. Не берите его никогда в свою жизнь, если увидите. Ну, может быть, когда-то он был свежим, был классным. Но мне таковым он не достался. И у меня только отрицательные к нему чувства. И вообще все остальное к нему только отрицательные немножко. Еще бы закрыть. Закрылся. У меня тут немножечко насорил слайм. Это слайм стекло. Я таких много уже смотрела. Конкретно этот слайм называется «Суберсила мощь океана». Разработано совместно с детьми. Он с пенопластовыми шариками, с блесками и на прозрачной основе. Смотрим. Что-то как будто он на боку лежал. Перетек весь на бок куда-то. Он реально, видимо, лежал на боку, потому что даже все блески на боку. Такое бывает очень редко. Посмотрите, как прикольно все перемешалось. Прикольно. Мне нравится. Слайм хотя бы немножко тянется. Возможно, когда-то он должен был быть супер-кранчи. И пахнет он каким-то апельсинчиком. Приятным прям. Я нашла плюс этого слайма. Я им собрала остатки предыдущего слайма со стола. Он симпатичный в плане цвета. Но опять-таки он тоже очень какой-то весь рвущийся. Очень плотный. Какой-то старый. Вообще, что мне продали? О май гад. Убираем обратно. Еще и оставляет следы на руках. Но у меня очень много следов на руках от первого слайма. Я даже этого не замечала. Короче, это, ну, фигня какой-то, а не слайм. Переходим к следующему. Давайте посмотрим еще один слайм от этой фирмы. У этого уже слайма суперсила. Это заморозка. И вот, ну, реально, как стекло. Он прозрачный, немножечко, правда, мутный, как вы видите. И с золотыми блесками. Кстати, эти звездки мне напоминают флэш. Потому что они в виде молнии. Ну, неплохо. Он прям прозрачненький. Нифига, он нормальный. Он прям нормально сохранился. Он прям супер прозрачный. Я просто там увидела дату производства. Вы сейчас будете в шоке. 5 апреля. Сейчас на секундочку девятый месяц. Уже прошло почти полгода с того момента, когда его произвели. Шок-контент. Вот эти штуки, кстати, очень сильно колят руку. Прям пипец, как сильно. И у меня пришла собака и решила поиграть мной резиночкой. Дайте мне резинку, пожалуйста. Вот моя резиночка была украдена собакой у меня. Теперь я ее у тебя забрала, да? Не ворчи. Ваша собака тоже ворует резинки? Моя постоянно еще и ворчит. Иди сюда. Передай приветики. Привет! Ааа, ты мой стол двигаешь? Вон мой стол двигай. Собака это лучший друг человека. Но иногда и она немножечко мешает делать свои какие-то дела. Снимать обзоры с ним просто нереально. Посмотрите, какой мега прозрачный слайм. Он там будет кряхтеть на заднем фоне. Не обращайте, пожалуйста, внимания. Он нашел теперь свою ногу, блин, баранью. И теперь он ее будет жрать. Ну, замечательно. Слайм, кстати, этот классный. Несмотря на то, что он прям очень долго уже существует на этой белой, зеленой и голубой планете чудесной. И он прям хорошо сохранился. Он тянется, растягивается, хрустит. Ааа, знаете, у меня форс-мажор на форс-мажоре. У меня только что выключилась камера. Я не знаю, что я вам там успела сказать, что не успела. Но суть в том, что слаймик классный. Он мне реально понравился. И он, мне кажется, с каждой минуты игры с ним становится все лучше и лучше. Так что берите на заметку. Еще и так долго хранится. Прям годнота наконец-таки видео подъехало. Ну, а мы с вами, дорогие друзья, переходим к следующему слайму. Этот слайм уже намекает на то, чтобы он наконец-таки вошел в кадр. Это вот такая вот огромная туба, купленная мной за 150 рублев российских. И здесь есть цветочек. Есть пищалка-антикрашка. Есть пенопластовые шарики. И есть очень много скотча на этой тубе. Ну, что ж, давайте открывать. Что такое скотч желтый? Вы посмотрите. Окей, ладно, имеем все вопросы. Открываем клин. Смотрим на текстуру слайма. Он очень прозрачный. И даже видно мой отпечаток пальца. Шок-контент, да? Достаем антикрашку. Он у меня прям здесь немножко подбешивает. Ладно, не достаем. Просто сначала достаем весь слайм из туба. Интересно, как получится я его достать весь. Сразу не разрывая, кроме вот этого куска. Ого. Сглазила, блин, все. Девочки. Ну, посмотрите, какая красота. Классно кликает, кстати. Похож на какой-то водный слайм. Он тоже что-то очень холодный. Прям пипец какой холодный. Неужели дом-то холодно? В нем был вот такой вот чудесный архинариум. Ой, оранжерея. Очень красивый. Мне нравится. А как вам? Общите в комментариях. Нравится вам эта красота или нет. И я думаю, что несмотря на то, что он красивый, он будет плохо тянуть. Он вообще не тянется. Он только способен кликать. И он уже начал. Ну, понятно, все. Все понятно с тобой, дорогой мой. Он уже начал крошиться. Вот так вот, конечно, тоже красиво смотрится. Знаете, это стандартная ситуация. Слайм из тубы. Он сначала прикольный, а потом фиговый. У кого так всегда. У меня так всегда. Они красивые в тубе еще плюсом ко всему. Покликают немножко, покликают. А потом фигня какая-то. Сейчас будет вообще шок-контент. Я буду слаймом запихивать слайм. Мы с вами все запихнули. Остался еще вот этот цветок. Еще тут немножечко слайм накрошился. Ну, в общем, ладно, забираем, убираем. Ну, туфта какая-то, согласитесь. Давайте смотреть следующий слайм. Он из фикс прайса. Называется платочная масса. Короче говоря, он был всего лишь один. Если было больше, взяла бы еще. Потому что интересно. Стоил он, кстати говоря, 100 рублей. Давайте его доставать вообще. Обычно мне не везет со слаймами из фикс прайса. Походу, этот не исключение. Ну, в общем, вот такая какая-то отрделка. Цвет красивый. Тут есть блески. Они все как-то по бокам расфасовались. Там голубые блески, зеленые блески. Очень похоже на обычные блески, которыми я пользуюсь. Типа из таких маленьких контейнеров. Прям такие же по качеству. Обычно просто какие-то в покупных слаймах блески другие. Ну, фигня. Блин, ну, что он такой засохший? Ну, е-мое. Знаете ли, здесь не видела. Единственное, что мне этот слайм помог убрать предыдущий слайм в коробку. А вот кто мне поможет убрать этот слайм в коробку? Переходим к следующему слайму. И следующий слайм будет для настоящих феечек. Потому что это слайм от Винкс. Представляете, Винкс Клаб. Я не знаю, как зовут этих феечек. Кто знает, напишите. Фирма Гулливер. Слайм 3D магия Тайникс. О май гад. Давайте посмотрим на эту бешеную магию. Черт, у меня здесь нету ножниц. Распаковка. Да е-мое, тут еще что ли? Вы серьезно? Вы издеваетесь? Сколько можно было в упаковке-то, блин, отдельно? Ребята, мы это сделали. Мы распаковали этот чудесный рубин. Кстати, да, это какой-то алмаз, рубин. Не знаю, короче, какой-то камень. Открываем. Ого, он такой липкий. Он похож на кусок желе. Он даже пахнет чем-то приятным. Не понимаю только чем. Ничего себе. Это очень странная штука. Прям очень странная. Но она неплохая. Мне кажется, в нее нужно добавить элицерина или лимонной кислоты. Правда, я никогда не пыталась сделать слайм с лимонной кислотой. Типа она разгущает слаймы. Кто проверял в комментариях, пишите, как работает. Нет? Но так это очень странная штука. Она реально очень странная. Сейчас такая мутная стала. Я просто перебираю в руках. Короче, я не знаю, как это охарактеризовать. Напишите, вам нравится такая штука или нет. Меня она просто забавляет. Мне кажется, такой штукой будет прикольно клавиатуры чистить. Знаете, как есть специальные лежины для чистки, клавиатур и т.д. Мне кажется, вот она похожа. И теперь у нас остался последний слайм на сегодня. Так, у меня здесь мусор его нужно куда-то скинуть. Оставляем на столе. Ну что, как я уже сказала, последний слайм на сегодня. Он стоил 150 рублей. Он меня пугает, потому что он очень какой-то там жидкий. Вы посмотрите. Надеюсь, что это просто слизь, а не он такой жидкий. Открываем. О май гад. О май гад. Вы просто посмотрите. Вы просто посмотрите. Это какая-то вода. И что это? И как это быть с этим? Ой, она такая холодная. Ой, я ее вылила на стол, да? Замечательно. Посмотрите. Но она вроде не стуха, вроде не воняет. Добавляем активатор. Начинаем это все дичайшим образом замиксовывать. Как вы думаете, при большей воде я с активатором не пугает? Можно просто бить слайм на столе. И без стол в слайме. Ого, вроде активируется. Не ожидала, я не ожидала, что у меня будет настолько водянистый слайм. В сеподничном видео. И там еще, кстати, осталось, чтобы подклать слайм. Но ничего, так неплохо активируется. Только мне кажется, какого-то мало активатора. Сейчас отыграю со стола, прям почищаем стол. Он прям неплохой. Прям достойный, я бы сказала. Not bad. Как говорится, not bad. Прикольно кликает. Возможно, я его граффировала, что, конечно, нам рядливо. Как надо сейчас хорошо перемешать. У меня вся крышка в слайме. У меня все в слайме. Я боюсь, что все вот эту штуку трогать. Я боюсь, что жишку выливает на стол, как в слайме добавляет. Просто пипец. О, май гад. Посмотрите на крышку. Посмотрите на крышку. Это же просто же есть. Готово. Я даже очистила крышку, правда, не до идеала, не до идеала, не идеально очистила ее. Вот сейчас вроде бы почти идеально. Главное, чтобы она нигде липкой не была. Здесь есть ужасные, просто отвратительные засушенки, которые я сейчас выкину с вашего позволения. И теперь давайте смотреть на слайм. Он прям годный. Добавить бы сюда ароматизатора, и можно его принять за какой-нибудь слайм от слаймера профессионального. Типа, ну, неплохо, реально неплохо. Кстати, немножечко похож на вот этот слайм первый, но немножечко все равно другой. Классно кликает. В нем уже есть какой-то черный волос. Надеюсь, он в нем был изначально, потому что кто у нас тут черный, как бы? Нету никого. Завелась какая-то черная кошка, может быть, в квартире. Потому что реально не понимаю, откуда черный волос. Собака у нас бежевая. А, хотя в нее есть какие-то черные волосы, так что все нормально. Та-дамс! Огромные пузыри надуваются. Кайфовый слайм. Вот несмотря на то, что он так разочаровал и был просто как вода, сейчас он классный. Прям реально водный, мне нравится. Очень круто хрустит. Я не знаю, что делать вот с этим вот всем, что там остается. Наверное, просто додокину слайм. И не буду заморачиваться, я такая ленивая жопа. Ну что, ребят, это был финальный слайм в этом видео. Не забудьте написать в комментариях, какие слаймы вам сегодня понравились больше всего, а какие меньше всего. Наверное, мой фаворит за сегодняшнее видео это и есть вот этот последний слайм. И прозрачный слайм, который был с суперсилой заморозки. Он был тоже такой неплохой. Ну, а насчет всех остальных вы и так все слышали. А мне будет интересно узнать ваше мнение, что вы думаете. И пишите в комментариях, какие слаймы мне выбрать для следующей моей рубрики. Скупила все слаймы одного цвета. Прямо сейчас пишите в комментариях. Может быть, снова там розовые сделайте, я не знаю, желтые, красные. В общем, пишите свои варианты. Реально, постараюсь к вам прислушаться. Ну, на этом все. Благодарю всех за просмотр. Не забудьте поставить лайкос. Мне будет очень приятно. Поддержите меня, если стараюсь как можно чаще снимать видео на свой слайм-канал. Переходите на мой основной канал Маша Зум. Ну, а я вас очень сильно всех люблю. И до скорой встречи. Всем поки-чмоки. Субтитры сделал DimaTorzok